ребята всем привет вы на канале роман go как помните я покупал вот эту замечательную машину subaru outback черный мощный дерзкий покупали моего сына в череповце покатался я вам скажу накатался выставил машину на продажу но пока пока что-то как-то это ни разу даже машины смотрели так пару звонков тройку может ну вообще интерес не очень хотя цена практически ниже рынка ну и каких-то косяков там юридических которые могут заранее пробивать их нету сегодня ночью я еду отправляюсь в очередное путешествие во владивосток и решил попробовать доверить машину профессионалам попробовать отдать ее в автосалон сейчас нахожусь в центре города новосибирска возможно ребятам как-то больше повезет ну или как-то у них они в автокредит продают какие у них аргументы в общем сейчас я уже подъехал к этому автосалону здесь в центре города достаточно тесновато и вот где-то вот здесь я так понимаю заезд сейчас мы посмотрим что за место ну и что вообще в итоге выйдет из всей этой затеи здесь место под субаря то найдется субаря найдется там рядом с нашим а вот все серые вот этот а ну не совсем уж такой уж не совсем такой уже цвет отличает фит 929 тысяч 929 машину в роддом накрасился но у них у них состояние конечно беспробеговый я офигел летом взял первую машину вот он да конкурент полный привод миллион восемьдесят девять но это вот я смотрю по миллион четыреста уже выставляют такие машины зависит от состояния но тоже тоже не этот не идеальный а у него оригинальный птс но у меня еще этот у меня антирадар в подарок я еще здесь есть второй комплект колес у меня есть колеса на дисках если покупатели хорошие будут я отдам колеса на дисках цвет все равно другой ну и как смотрят у вас у них вот здесь болезнь но у меня по моему поменьше вот эти трещины где-то не критично ну да на скорость много чего не влияет 431 тысяча десятый год антифриз цвет машины это тоже беспробежная а понятно у вас и прошлый кузов ездает аутбек же ли 670 тысяч трехлитровый любят это ноута с одним владельцем тоже тоже нравится тоже смотрю в состоянии что про мою машину скажете красивая да кстати да хорошие в различных состояниях автотеку есть эти выклады какие-то есть но у показка то что это там небольшие по 20 ну пока скачу и подкрашивали по 20 по 30 тысяч то есть ее по страховке не отрабатывали одно дтп там только есть базе и вот мелкие выплаты у меня есть автотека я могу и найти пробег какой родной могут быть вообще в отличном состоянии выплатами по миллиону и более ну нет это больше внимания обращает чем окрасы кузова как вот в том то и дело что ничего так не можно нет такого чего отпугивала бы людей ни разу даже не смотрели вообще так вот значит заключаем специальный договор с ренатом это ренат менеджер салона один единственный такой все документы отдаю и жду скорой продажи хороших новостей вы не один вы переживаете машин много на комиссии вот это все машины на комиссии стоит покрасить конечно вы когда машины перед продаете вы маленько покрасить это это но очень внимательно так это надо вам не не надо до пяти тонн или десяти тонн даже что покрашена на самом деле мы при определенных углах ну я верю кто-то тошно прям вот и надо не крашено но они пусть за миллион триста покупают не крашен если ее просто она ведь ее покрашиваем она черная то есть я померил там тут у них рыжики болезнь опа а вот и прошло две недели я уже смотался на дальний восток уже это замечательный автомобиль привез к сожалению по субарю движения никаких не было да блин зависла моя машинка ребят покупать никто не хочет деньги кончаются уже лучше бы я вложился в avalon technology вчера узнал об этой фирме это инвестиционная компания которая помогает зарабатывать все ребята инвестируют ваши деньги в самые крутые продукты они знают куда можно выгодно вложиться уже более миллиона человек так зарабатывают а я блин все не могу выпрыгнуть из своей тачки автобизнесмен блин все очень просто проходишь по ссылке в описании регистрируешься и начинаешь зарабатывать сейчас я его хочу взять диски поменять вот я уже колеса смотрите кстати 4 колеса отлично стоят скейкар больших 17 колеса гол в автосалон эх завтра блин новый год вон смотрите ценники у нас на бенз 92 45 50 5 48 вот завтра новый год но вас не поздравляю с наступающим потому что вы увидите это видео уже после нового года так что вас с прошедшим как дела у вас все нормально? что фоткаете? кроссовер русский 180 тысяч дороги ни разу не делаю здесь родная краска черная? да это комплектация такая всего 180 тысяч да? а чек не горит да? чек не горит это иллюзия че у вас новенького тут рассказываете? да вот две машины вчера продали а так вот полный салон был ну мы беспробежные варианты зашли вот очень интересные машины так беспробежные я только с зеленки так что это интересно нет это не такие беспробежные машинки как вы привыкли вот сурф в идеальном состоянии просто в идеальном состоянии можно в музей ставить но он перекрашен но он очень сделан качественно если ручку откройте можете открыть дверь ощущаете как открывается? туго туго да не разболтано ничего ну здесь маленький зазор есть ну это уже совсем не вот просто сиденье в идеале просто все в идеале сиденье да его еще этим подложить поролончик это не подготовленная машина это вот все как есть рама состояния че новое сурф второго года от последнего выпуска сколько стоит? миллион двести ё-моё ни хрена себе 2002 год сурф миллион двести так таких нет блин прадика этого какого-то там почти 150 прадика можно было купить два года назад эти деньги два года назад вот они да два красавца да и че не хотят на них? тут пока не было таких там чтоб покупать еще делика тоже до дизельная зашла ого три делики три в итоге делика недавно зашла она уже дизельная она тоже беспробежная у нас вся в родном окрасе ни одного элемента покрашенного нету ну бампер может быть там это мы не смотрим а так тут толщиномером мерили она вообще вся в родном окрасе ну фига не капот даже без сколов? да да дизельная у нее вот этот пробег двести две тысячи это родной пробег салон как новый у нее да не это крашеный капот тут вон кратер видно же возможно что то есть не ну бьется она под толщиномер вся ну есть мастера да в нашем государстве тут как у сурпа если открыть посмотрите все будет идеально ну да салончик вообще такой прям мечта все вот как вот ручки дергаются чувствуется что ну вот завод даже вот эта есть штучка пиропатрон красненькая да или как она называется петарда 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 даже есть вам можно собрать на новый год это петарды эти повзорвать ну вот как бы да а ну и цена цена миллион двести сорок пять два и восемь мотор на пятьдесят тысяч дешевле вот да? на пятьдесят тысяч дешевле ну вот уже как бы есть а ну да тот же самый материал это уже другая машина совсем тот же самый материал но уже до пятьдесят тысяч его конечно лучше тут взять не ну тут видите тут даже год не важен тут подготовка тут другое ну для разных целей машин а тут все это джиперская какая джиперская тема джиперская тема да на рынке востребована так как низкая пирыша у нее низкая? ну да а у них все крыши разные да? пирыши разные да там еще и люков ё-моё ну да это хотя бы с люками есть без люков они вообще не ценятся ага вот так сколько нюансов кто в деле как разбирается тот понимает болтов здесь сколько шесть штук да? по субарям что не смотрели да мы его? смотрели почему у нас вроде продажи то есть продаются ну так видно вычеркнутые есть они странненько странненько я не знаю надо еще наверное цену повышать повышать? да чё чё ну вот когда я его сдавал были там по 950 вроде какие-то сейчас вообще он самый дешевый ну самый дешевый но он не самый плохой я вот готов поспорить что он не самый плохой ни по технике ни внешне это понятно единственное ну что он крашеный ну да крашеный ну блин цены растут мне кажется надо повышать потому что люди смотрят и сразу снижается снижается как бы для них это когда дешевая сильно машина сразу думают ооо чё это значит а как же те кто пишет 900 800 да это напишешь миллион двести будут писать за миллион заберу ну чё за две недели сколько машин продали пока меня не было ну я не считал этого дофига да? ну как видите машины меняются ну какие то стоят фит фит еще стоит да? ну да ну фиты так не особо по идее их овощи как горячие пирожки в этом в приморье честно брать маленькую машинку за миллионную это не маленькая вы мою бы увидели только она и ваша стоит 500 а? моя маленькая это не очень маленькая это тоже маленькая не знаю но я говорю в приморье их просто сметают куда? вот так же чтоб по регионам распродать и по регионам и там местные там много там они их и по дешевле берут Камрюшка недавно приехал? можно было за 900 такую взять вот до повышения а сейчас наверное дороже да? а это 2.5 миллион 380 тринадцатый год сто шестьдесят тысяч пробег ага пока мою машину сейчас будут выгонять тут как в шашки то играть тут получается эту надо те две выгонять ну три машины короче надо перегнать чтоб мою вытолкать пока все это происходит посмотрим еще машинки вот пожалуйста лексус десятый год 2400 полный привод 249 лошадей кстати на них же было больше лошадей или это гибридный а это гибридный да на гибридном да это который обычно на нем 276 что ли солом белый обычно у них более убитый более вот это выширканное сильно ну сильно в общем повреждение видно а тут прям все красиво в России один продают ну в таком состоянии да с таким пробегом нету тут особо ничего не посмотришь конкурентов за такие деньги ну он как бы и стоит по верху самому рынка но у него есть состояние ага а продолжают машины дорожать или вот как подорожали и так и есть продолжают да продолжают да то есть это как инвестиции сейчас защитный актив да можно использовать ну я бы ну кто разбирается да всем прям советовать не могу посоветовать все в общем богатеем у кого есть тачка у кого есть хата все мы все миллионеры все только ну надо просто думать же когда покупаешь если вот такую машину купить в таком состоянии да она подорожает вот она за 24 состоит сейчас поверху рынка ну в ближайшее время будет рынок их ага за ее состояние можно попросить как бы денег ага потом если рынок увеличится еще поставить поверху рынка и без разницы продается не продается есть лишние какие-то 2 миллиона или 2 400 как в этом случае то можно уложить в принципе ну главное сохранить еще ну да если такую машину коснешь уже уже неприятно это трагедия будет у меня CRV купили так не покупали не покупали цена хорошая потом цены дорожать начали и купили просто CRV 14 года охренеть я по такой цене практически покупал 14 года в Питере сейчас нет сейчас в Новосибирь да уже вот по такой цене 6 год но это рестайлинг да да это скорее резко у нее вся в родне она только ага крышка багажнику покрашена да неаккуратно и все а это треснуло да ну а остальное все в родне понятно а такая у меня была кажется за 550 я ее покупал за 500 в Котласе в Архангельской области а тут часть машин вам так же как я сдают а часть машин ваших ну где-то в процентном соотношении 50 на 50 это наших наверное больше тут как бы нет такой приоритетов нет никаких на машинах все ясненько понятно так а вот Subaru Forester восемнадцатый год миллион семьсот девять смотрим ну тут состояние да конечно уже хорошее куча кнопок как в самолете запах кожи да машины конечно дорожают вообще аж голову аж волосы шевелятся на голове кстати вот на летней резине тоже путь почти открыт осталось одну машину убрать да охренеть не заводится ё-моё все кина не будет сейчас еще раз попробую ну почти блин 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 ого здесь дудка какая тут у вас отопления нету да ну тут потеплее на улице все равно ветра нету ну тут градусов сейчас минус пять на улице пятнадцать надо еще будет номера поставить на нее ну блин уже почти завелся как бы завести то его ё-моё на зарядку отвезти о о наконец-то ну вот ребят чё финалом можно сказать что к сожалению не удалось за эти две недели продать машину через автосалон там через авторы кредит какой-то как-то там через спец размещение там на сайте продаж нифига не сработало спасибо ребятам из автосалона что попробовали спасибо ренату руководству что предложили но сейчас сам попробую на данный момент на машину одел диски родные субаровские следние резины которые были не знаю может это поможет а вот он новогодний новосибирск площадь ленина что-то народу немного гуляет если честно а 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